Если бы ваш ум подчинялся вам, стали бы вы создавать в себе тревожность? Просто выполняйте эту простую садхану. Если вы не можете заниматься какой-либо другой йогой, хотя бы вот это вы можете делать. Вы увидите, что ваша тревожность уменьшится наполовину, потому что, по сути, конфликт заключается в том, что внутри вас есть два измерения. Если бы ваш ум подчинялся вам, стали бы вы создавать в себе тревожность? Нет. Так что не ищите ответы где-то еще. Просто ваша собственная физиология и ваши психологические структуры не подчиняются вам. Вы сказали так много всего, какими бы громкими ни были слова, звучащие по всей Калифорнии, особенно о том, чтобы сдаться всему, отпустить. Ни у одного человека это еще не получилось. Или получилось? Скажите, у вас есть тревожность. Попробуйте ее отпустить. Разве она уйдет? Даже чертов грипп и тот не уходит. Да или нет? Даже обычная простуда не уходит. Если вы скажете ей, уходи, разве она уйдет? Так что давайте не будем впадать в эти странные состояния, отпуская что-то. Это все слова, которыми разбрасываются повсюду. Никто не знает, что значит отпустить. Потому что когда это произойдет на самом деле, вы не поймете, что это случилось. Вы не можете это сделать. Я отпустил. Как это возможно? Так что, если оставить все это, по сути, как я сказал, вы просто не прочитали руководство пользователя о том, как вот это работает. Мы должны уделять этому внимание. Система устроена таким образом, что если вы держите руку вот так, она будет работать одним образом. Если вы сделаете так, она будет работать по-другому. А если вот так, система будет работать иным образом. Это феноменальный процесс. Если бы это была какая-то простая вещь, мы могли бы придать ей форму с помощью молота и наковальни. Но она слишком сложна. Это феноменально сложная машина. Нужен определенный уровень внимания, чтобы уметь использовать ее по назначению. Иначе она сама себя запутает. Факторов может быть много. Могут быть генетические, социологические факторы. Могут быть разные проблемы роста, взросления. Разные вещи. Но не приписывайте своей проблемой ни одной из этих вещей. Важно только одно. Вы не в состоянии сделать ваш ум таким, как вам хочется. Это единственная проблема, которая у вас есть. Не так ли? Как только вы ссылаетесь на то, что я такой, потому что мой отец был таким, я такой, потому что с генетикой моего деда что-то было не так, вам конец. Потому что сейчас мы не можем изменить тех ребят. Да? Сейчас вы не можете выбрать другого отца или другого деда. Это невозможно. Но вы можете трансформировать вот это. Вы должны понять, что не имеет значения, что у вас тревожное расстройство. По-прежнему внутри вас есть разум, который, если вы съедите кусочек моркови, может превратить морковь в человека. Это означает, что каждый день внутри вас создается новое тело. Не так ли? По частям каждый день создается новое человеческое существо. Когда сам источник творения действует внутри вас и постоянно создается новое человеческое существо, если вы возьмете это под свой контроль, то сможете создать совершенно новый физиологический и психологический процесс. Это произошло с нами некоторое время назад. В прошлом году мы были в походе в Тибете. Я был в палатке, занимался какими-то делами. Один человек нарезал яблоко. Одним из этих современных керамических ножей. Другой человек, находящийся рядом, говорит первому, это очень острый нож, будь осторожен. Это вызвало у меня небольшое раздражение. Я посмотрел на него вот так, потому что он взрослый мужчина. Если бы это был ребенок, тогда другое дело. Тогда мы должны были бы следить, как он использует нож. Но это взрослый мужчина. А нож и должен быть острым. Если он не острый, зачем его называть ножом? Я проигнорировал это и продолжил работать. Еще через две минуты она снова говорит. Это очень острый нож, будь осторожен. Я сказал, да ладно, он взрослый мужчина, оставь его в покое. Он знает, как пользоваться ножом. Он что, не справится с этим дурацким ножом? Это ли не какая-то землеройная техника или космический корабль, или что-то, с чем он не умеет обращаться? Это нож. Она говорит, нет, Садгуру, это очень острый нож. Что? Я продолжаю делать то, что делаю. Еще через пару минут она шепчет ему, пожалуйста, будь осторожен, очень острый. А еще через две минуты он порезал палец. Тогда я сдался. Вот что происходит. Это все, что происходит с жизнью. У вас есть интеллект, для которого у вас нет достаточно стабильной платформы. Или другими словами, у вас в руке острый нож. Простите, очень острый нож. Очень острый нож в руке, но у вас не твердая рука. Пожалуйста, поймите, ваш собственный ум причиняет всю эту боль. Не так ли? Да или нет? В вашем распоряжении очень острый нож. Чем он острее, тем больше вы себя раните. Так что нам не нужно затуплять нож. У нас просто должна быть твердая рука. Не так ли? Ничего не делается в этом отношении. Люди пытаются затупить нож всеми этими успокоительными средствами и прочей ерундой. Вы затупляете нож. Затупить нож — это не выход. Потому что если вы уменьшите возможности того, кто вы есть, все будет нормально. Если мы удалим половину вашего мозга, вы станете довольно умиротворенными, поскольку для того, чтобы вызвать тревожность, требуются мозги. Если мы действительно удалим половину вашего мозга, вы станете совершенно спокойными и, возможно, даже счастливыми. Вас ничто не беспокоит. Вы в полном порядке. Да? Но это не то, чего мы ищем. Человеческое существо стремится стать в некотором смысле безграничным. И чтобы это произошло, вам необходимо создать устойчивую платформу. Единственное, рука должна быть твердой. Не так ли? Не нужно отнимать нож. Не нужно затуплять нож. В этом всем нет необходимости. Именно это означает внутренняя инженерия. Именно это означает йога. Когда я говорю йога, будучи в Калифорнии, не воображайте себе все эти невозможные позы. Йога не означает позы. Йога означает единство. Слово йога буквально означает единство, соединение ладоней. Это первая форма единения. Ваша правая сторона и левая сторона. В йоге называются пингала и ида. Мужское и женское начало внутри вас. Просто соедините их вместе. Просто выполняйте эту простую садхину. Если вы не можете заниматься любой другой йогой, хотя бы это вы можете делать. Не так ли? Сделайте вот что. Что-то, имеющее значение в вашей жизни. Это может быть восход солнца. Без восхода солнца. Вы бы не могли существовать на этой планете. Не так ли? Тепло жизни поддерживается внутри вас только потому, что восходит солнце. Если бы дерево не выделяло кислород, а вы не выдыхали бы углекислогаз для него, и не происходил бы этот обмен, вы бы не были живы. Не так ли? Таким же образом, посмотрите на еду, которую вы едите, на солнце, на землю, по которой ходите, на воздух, которым дышите, на воду, которую пьете, на людей, которые живут вокруг вас, что бы это ни было. Выберите любое и просто сделайте так. Не так, не вот так. Полностью. Хорошо? Просто посмотрите на что-то, что действительно важно для вас. Это может быть солнце, может быть небо, может быть облако, дерево, может быть человек, ребенок, животное, неважно что. Просто смотрите на это, сложив ладони вместе в течение 10-12 минут подряд, без перерыва. Вы увидите, как ваша тревожность уменьшится наполовину. Потому что, по сути, конфликт заключается в том, что есть два измерения внутри вас. Я не хочу вдаваться в подробное описание, потому что йогическая физиология рассматривает это очень подробно. Проще говоря, даже современная медицина говорит вам, что есть правое полушарие и левое. Верно? Просто соедините эти две вещи вместе. Смотрите с предельной любовью и благодарностью на то, что для вас имеет значение. Это может быть ваша жена, ваш муж, может быть ваш ребенок, дерево, собака, небо, солнце, луна, что бы это ни было. Все это жизненно необходимо для вас. Не так ли? Что-то, с чем вы испытываете связь. Соединяя вместе две ладони, просто смотрите на это с предельной благожелательностью, которую вы можете в себе вызвать, осознавая, насколько это важно для вас. Тогда изменится многое. Это первая форма йоги. Если я стану делать вот так, это будет трудно. И есть много способов выполнять намаскар. Так, так или вот так. Это самая простая вещь. Начните с нее. Хорошо? Хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok